В эфире программа «Особое мнение», в микрофон у Светланы Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажи Финанс» Константин Кроховин. Костя, добрый день. Добрый день. Начнём с леса и биржи. Поскольку биржа – дело тебе привычное, ты всё знаешь про неё. Вот мы хотим некоторых разъяснений. Ну, вообще лес, конечно, это чуть ли не первое, с чего начали наши новые областные власти. Стандартно. Да, стандартно, совершенно верно, обозначив его приоритетной отраслью развития. А на минувшей неделе сразу несколько новостей вышло. Я имею в виду вот эту неделю, которая сейчас идет, там, да, с четверга по четверг. Вот новость буквально позавчерашняя о выходе региона на петербургскую товарно-сырьевую биржу, чтобы торговать там лесом. Я хочу тебя попросить объяснить, что это даст действительно области. Объясни вот сам механизм торгов, если можно какие-то примеры привести, то тоже. Потому что ведь комментарии уже сразу появились в интернете, что зарабатывать будут только спекулянты, трейдеры, лесники ничего не получат, лес еще быстрее будет утекать за границу. Биржа – это инструмент для мошенников, спекулянтов типа Сороса. Это я все по сайту БН «Бизнес новостей», да, вот цитирую под новостью. Вопрос, конечно, тоже такой довольно-таки интересный. С одной стороны, я очень положительно отношусь к биржевой торговле, потому что это действительно такой эффективный и прозрачный механизм формирования рыночной цены. Но опять же, если затрагивать проблему именно товарно-сырьевых бирж, то тут все гораздо сложнее. Во-первых, товарно-сырьевые биржи в России пытаются создать, чтобы они реально функционировали, не на бумажке, уже лет 20. То есть процесс этот идет очень сложный. То есть последние 5 лет на Петербургской товарно-сырьевые биржи пытаются все же каким-то образом раскрутить рынок нефтепродуктов, и чтобы крупные заказчики, тот же Минобороны, либо еще где-то покупали эти нефтепродукты не у каких-то посредников, а через биржу. Процесс идет очень сложно, очень сложно и очень медленно. А почему? Тут есть две проблемы, ну то есть есть много проблем, но основная проблема, что по большому счету ни покупатели, ни продавцы в России не заинтересованы торговать товаром через биржу. Во-первых, тогда сразу пропадает эффект откатов, и соответственно, когда все же идет напрямую по каким-то договорам, проще прятать налоги, проще использовать какие-то серые схемы. То есть, соответственно, ни продавцы, ни покупатели, они не заинтересованы вводить все свои объемы на биржу. То есть, все-таки биржа – это прозрачный такой инструмент, где есть конкретно открытый покупатель, открытый продавец, ясная совершенно цена, и здесь уж так не забавуешь. Да, если остановиться именно на лесной бирже, то здесь еще гораздо хуже все. Во-первых, лес, товар не унифицирован, то есть, когда вы покупаете бензин, ну, хотя бы вы понимаете какого-то определенного качества. А когда вы покупаете лес, то есть, там, даже, ну, либо доску, либо какой-то в другом ассортименте, то какого качества вам придет продукт, то есть, очень-очень-очень сложно определить. А биржа подразумевает то, что вы, когда покупаете, вы не видите, то есть, вам обещают, что он соответствует каким-то гостам или стандартам. Но, на самом деле, там, то есть, там очень много нюансов, очень много нюансов, и поэтому торговать лесом через биржу, ну, во-первых, очень сложно. И это действительно отражается на торгах, которые проходят на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Да, каким образом отражается? Отражается, что весь оборот за 2016 год всего наторговали лесом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 50 миллионов рублей. 50 миллионов рублей, то есть, это абсолютно смешная цифра. То есть, это... Это для Кировской области смешная, а не только для Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, это даже смешная для небольшой фирмы, которая специализируется по торговле лесом. Притом, примерно 70% от этого объема, это как раз лес, я так понимаю, который идет на... Который не сортовой лес, а который идет на производство бумаги, то есть, это лиственная порода, то есть, вот, остатки от лиственных пород. Ну, вот, чтобы не копаться в качестве, не разбираться. Ну, чтобы не копаться в качестве, чтобы, да, то есть, только вот этим торгуют. И на сегодняшний день обороты, ну, минимальные, ну, будем надеяться, что, может быть, когда-нибудь ситуация как бы изменится. Но это случится точно не в следующем году, я не думаю, что в ближайшие, там, 2-3-4-5 лет ситуация кардинально как бы изменится. Хотя, там, механизм действительно, ну, довольно-таки прогрессивный. А вот скажи мне, пожалуйста, в связи с тем, что ты вот сейчас рассказал, корректно ли высказывание Алексея Рыбникова, главы товарно-сырьевой биржи, который приезжал здесь подписывать декабрь своего губернатора, который сказал, ну, он привел просто пример, да, что объем нефтепродуктов, которые были в 16-м году приобретены участникам торгов на бирже, в два раза больше, чем в 15-м, показывает, что растет. И он составляет 3,8 миллиарда рублей. Вот когда он такие цифры называет, рассказывать про прогресс, это очень корректно? Я думаю, что да, корректно, но там надо понимать, что эти вот эти объемы и вот этот прогресс, он был создан именно не какими-то рыночными механизмами, а опять административными методами. То есть просто крупных производителей, но законодательно через какие-то там нормативные документы обязали какой-то объем своей продукции продавать через биржу. То есть это не просто как бы им захотелось там или просто они поняли, что-то им выгодно. Их просто заставили там какие-то объемы продавать. Поэтому объемы, ну действительно, то есть вот, все же на рынке нефтепродуктов за последние несколько лет динамика есть. Вот ключевое слово заставили продавать на бирже. Вот и сейчас, когда подписано правительством Кировской области соглашение с товарно-сырьевой биржей, когда объявлено, что мы входим в число пилотных регионов, которые торгуют, а кроме нас, по-моему, только три региона торгуют на товарно-сырьевую биржу, насколько я вижу. По лесу я имею в виду, конечно. Конечно. Дальше Рыбников заявляет, глава товарно-сырьевой биржи, что около 20 мероприятий запланировано с Кировской области, в том числе обучение потенциальных участников торговли. Вот не будет ли это давлением как раз на лесников, когда ты обязан на биржу выставить вот такую-то часть леса? А какие цифры будет показывать правительство? Зачем они все это подписывали? Ну, все возможно тут, опять же, все опираться в нюансы, каким образом это будет реализовано, и будет либо на добровольной основе, на рыночной основе это происходить, или это каким-то образом будет происходить под давлением сверху. Ну, тем не менее, как бы это ни происходило, в этом году мы увидим какие-то реальные результаты от того, что мы пытаемся вывести. Сколько лет ты даешь при благоприятном стечении обстоятельств, если все пойдет как надо, для того, чтобы действительно какие-то объемы выйти? Ну, три, четыре, пять. Тем более, по большому счету, если так говорить, сейчас уже у всех есть интернет, и по большому счету вся эта, по крайней мере, то, что касается леса, то есть это не настолько, то есть вся эта биржевая торговля, особенно вот в торговле леса, не настолько прогрессивна, не настолько, как бы, перспективна. То есть можно организовать абсолютно какие-то совершенно другие-другие площадки, которые были бы, ну, функционировали на других, на каких-то, на рыночных условиях. Они тоже есть? Ну, при желании это все можно, как бы, организовать, либо сделать. Это Константин Кропанев, его особое мнение сегодня в эфире нашей радиостанции. Еще немного про лес. Раз уж им начали, то его хорошо так прочесывают, я бы сказала, прочесывают и находят проблемные зоны. В том числе нам рассказали о поставщиках леса в Китай. Обнаружилось, что там лун нарушений просто. Кроме того, глава региона сказал, что нужно рассмотреть возможность производства фанеры в регионе. Ну, то есть, во-первых, как-то поставляют, значит, не по тем ценам, не так отчитываются, не столько налогов платят, сколько нужно. По-первых, да, вот эти вот экспортно-импортные операции, экспортные в данном случае. С другой стороны, говорят, что из Китая импортируют обратно фанеру, сделанную из нашего железа, и здесь у нас ее успешно продают. И тут задается Игорь Васильев вопросом, наверное, закономерным, что как же так? Мы опять поставляем горбыль в Китай и закупаем у Китая из нашего железа сделанную фанеру, и эти китайцы еще имеют навар. Мы-то сами почему, собственно говоря, не зарабатываем? А не построить ли нам фанерную фабрику? Возникает вопрос. Никому не напоминает? Так эти разговоры эти ведутся лет, ну, даже не 10, лет 20. То есть эти разговоры ведутся постоянно, что нужно строить какие-то дополнительные лесоперерабатывающие заводы по производству, там, целлероза, там, фанеры, там, либо еще что-то. То есть, опять же, ни для того не секрет, что, мне, конечно, сложно оценить, но очень большая доля, вот, связанная с лесной промышленностью, это, опять же, все серые сделки. То есть это... Но с этим и борются как раз. Борются, но я так понимаю, что, конечно, эффективность повышается, но проблема-то далеко не решена. То есть, я думаю, что очень много каких-то незаконных вырубок, незаконных продаж, то есть это действительно очень крупный, серый, практически черный бизнес. Порядок наводить нужно, тем более технологии совершенствуются. То есть, действительно, сейчас можно через космос уже отслеживать какие-то незаконные вырубки. Существуют в том числе и беспилотные летательные средства, которые тоже могут помогать, контролировать. А вот что-то, вообще, что-то слышал про вот эти китайские поставки леса? Ну, то есть, говорится, что почему в Китае любят продавать, но что китайцы закупают дороже гораздо, чем, например, здесь можно продать в России. Ну, честно говоря, тут я сложно-сложно комментирую. Мы будем тогда. Да, ну, хорошо, прервемся на одну минуту буквально. У нас тут перерыв небольшой образовался. Через минуту снова в студии. Это особое мнение. Его сегодня озвучивает Константин Кропанев. Продолжает программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занькова. Своё особое мнение сегодня высказывает Константин Кропанев. И мы, естественно, должны разобрать ситуацию с победой победилова. Ну, это тема недели, безусловно. Каждый день мы её обсуждаем и получаем всё новые и новые сведения. Победа с февраля месяца перестаёт летать из Кирова в Москву и в Петербург. Прекратила продажу билетов. С одной стороны, здесь застряли, что называется, те люди, которые уже купили февральские билеты. Им приходится пересматривать свои планы. С другой стороны, победа обвиняет, победила в слишком высоких тарифах на обслуживание. И в том, что не продляется договор, не обвиняет, а предъявляет претензию. Не продляются договоры на скидки соответствующие, приводят цифры. Вот, Надеюсь, ты с ними ознакомился. Да, я смотрю. И в других аэропортах, они действительно в два раза выше, чем... Это дешевле. Не у нас дешевле, то есть у нас дороже, чем в соседних регионах, да? И победил, он говорит, что победу нас шантажирует, пытается, значит, для себя выдавить какие-то определённые условия. Правительство заявляет о том, что заинтересованы в равных условиях для всех, делают это они на благо граждан. Ты как видишь эту ситуацию? С одной стороны, это некий маркетинговый действительно ход для победы, потому что она... Я посмотрел в интернете, такие же похожие акции она проводит и в других регионах, когда ей что-то там устраивает по тарифам, то есть она заявляет, что, допустим, она не будет летать в Уфу или в Краснодарский край. Но с другой стороны... И опять же, победу понять можно, потому что действительно тарифы на те услуги, которые они получают здесь, они в два раза больше, больше, чем, допустим, в аэропорте Перми или Казани. Но, опять же, если по какой-то причине вдруг правительство Кировской области не договорится с победой, это будет, ну, очень большая проблема. Это, ну, практически можно говорить, что это будет некий крах для нашего аэропорта, потому что так либо иначе, ну, насколько я вижу из открытых источников, объем Победы — это порядка 25-30% авиарейсов. То есть, если, условно говоря, затраты на функционирование аэропорта Победы составляют там порядка 150 миллионов рублей, а если уйдет Победа, то есть это аэропорт потеряет там порядка 25 миллионов рублей. Тем более сейчас еще сворачивается федеральная программа по поддержке местных, ну, не то что местных перевозчиков, но перевозчиков, которые работают в перевозчиков в федеральном округе. То есть уйдут еще другие рейсы там в Казань, в Нижний. Это еще порядка 20%. То есть у нас практически никому не останется. И получится так, что если правительство Кировской области хочет, чтобы аэропорт как бы жил, ему придется это все датировать из областного бюджета. То есть сейчас хотя бы они что-то зарабатываются, действительно растет какой-то некий грузопоток. И пассажиропоток, я бы сказала. Но тут получается так, что аэропорты зарабатывают уже не на пассажиропотоке, а именно на приеме бортов. То есть они как бы считают не по людям, а считают по приемке бортов. Тем более, на самом деле, Победа, она в чем-то как бы сломала определенный стереотип у людей. То есть у меня, допустим, много знакомых, которые практически каждые выходные летают в Москву или в Питер. То есть они себя уже не ощущают, что они живут в какой-то провинции. То есть они могут спокойно сесть, за 2000 рублей улететь в Ленинград, в Санкт-Петербург, сходить на какой-то концерт, погулять, потом вернуться сюда и продолжить эффективно работать на территории Кировской области. То есть Победа дала ощущение того, что доступны быстрые перемещения? Доступны и свободны. То есть, условно говоря, на этой же Победе можно было бы улететь куда-то и на юг, и, соответственно, и в другие регионы. Тем более, у них очень много стыковочных рейсов. Тем более, по ценам они действительно как бы выиграют. Если там, условно говоря, так, условно, базовый тариф на Победу 2000 рублей, у саратовских авиалиний 4000 рублей, а уже у Руслайна там порядка 6000 рублей. То есть это... И никакими другими авиакомпаниями по этим ценам вряд ли мы сможем как бы заменить. И мы все равно не сможем получить столько бортов ни от одного-другого авиаперевозчика. И, соответственно, общий доход Победирова, он как бы будет снижаться, и аэропорт будет, ну, просто как бы... Сейчас какие-то там ремонты идут, что-то они там еще пытаются, а так они просто будут экономить издержки, резать издержки, на всем экономить, и опять он превратится в такое непонятное и страшное зрелище. Ну, вот уже после экстренного совещания, вчера назначенного Игорем Васильевым в Рио губернатора, были несколько заявлений, и Игорь-то Васильев, он все равно наставит. То есть, во-первых, заметь, есть некоторая разница в поведении предыдущего губернатора и этого. Если Никита Белых бросился сам уговаривать, да, там, директора Победы, чтобы они снова летали, ты помнишь, да, освещал, это все писал, то Игорь Васильев, говорит, поручил это все своим сотрудникам соответствующим, они там разбираются, однако он заметил, что в любом случае, даже если Победа у нас тут останется, даже если, то есть никто не говорит, что надо, чтобы она осталась, она важна для регионов и так далее, даже если, то нужно, чтобы они изменили график своих вылетов, потому что летают ночью, что неудобно для кировчан. Ну, это процесс торга, это обычные переговоры, то есть стороны друг друга выдвигают определенные претензии и пытаются найти какие-то компромиссные варианты. Пока я все же считаю, что им удастся найти какие-то точки-точки соприкосновения, потому что... Быстро? Я надеюсь, что это и Победе, в том числе, выгодно работать с Кировом. А если нет? Тогда все будет гораздо грустно, будет все очень грустно. То есть, а для Победы-то это ничего? Нет, для Победы это ничего, потому что Победа, в том числе, работает далеко не со всеми регионами, далеко не со всеми городами, то есть, как бы, а для Кирова это будет, ну, действительно, такой очень ощутимый удар, то есть, это, во-первых, скажется и на стоимости авиаперелетов, это и на количестве маршрутов, как бы, скажется. А тогда пускай чиновники перестают летать на самолетах даже за большие деньги, а ездят поездами, как все граждане. А что? Ну, сейчас граждане, я в последнее время обращаю внимание, вот те люди, которые летают на самолетах, это на самом деле, это бизнес, это реальный бизнес, который перемещаются, который мобильный бизнес, который перемещается между городами, то есть, это очень... Не надо перемещаться, останьтесь в Кировской области. Они перемещаются с какими-то делами, целями, в том числе, они, как бы, зарабатывают деньги в Кирове и в других регионах, то есть, просто вот, и это сказывается на общем уровне развития города, то есть, просто такой момент, что в прошлом году я участвовал на какой-то там в Кирове конференции, там, по маркетингу, и одномоментно в этом же, в этот же день в городе проходило еще две похожие конференции по маркетингу, то есть, люди к нам едут из других регионов, читают лекции, просвещают. Есть запрос, да? Есть запрос, производит, проходит очень много различных мероприятий, в том числе эти же, как бы, ну, это так или иначе, это тоже некий туризм, некий туризм, когда любой там житель, там, Москвы или Санкт-Петербурга при желании может купить, там, за две тысячи рублей билет на Победу и прилететь в Киров и погулять по Вятке. То есть, одно, все равно мы пытаемся вкладывать деньги в туризм, сейчас опять пришли какие-то новые дополнительные федеральные деньги, которые будут вкладываться в развитие какого-то экспорта, якобы там на территории, там, Кировской области. Главное-то сейчас вопрос, это вопрос о коммуникации, то есть, это вопрос о быстрого перемещения людей между, так скажем, городами. То есть, закроется Победа, накроется туризм? Ну, я не скажу, что он совсем накроется, но, по крайней мере, это будет, в том числе, дополнительный, там, скажем, удар и по туристической деятельности в Кирове, и по... и многие, так скажем, какие-то нужные люди, они просто-напросто не захотят в Киров приехать, то есть, не захотят приехать, потому что они прилететь не смогут. Это Константин Кропенев, его особое мнение. Мы продолжаем. И хотелось бы традиционно, конечно, в твоем особом мнении задать тебе вопрос, он касается курсов валют, насколько до Нового года, опрашивая всех наших экспертов, которые так и иначе касаются экономических тем, мы получали странное, значит, как сейчас кажется, я вот гляжу сейчас на цифры, которые обозначают курс валют, доллар, евро, странные получали прогнозы, по-прежнему говорили, что евро, доллар, там, под 70 и 100, а мы видим такие на фоне этих цифр дешевенькие показатели, доллар 59, евро 63, с чем это связано? – Да, действительно, тоже где-то, по крайней мере, на последнем, когда мы встречались, прогнозировал, что к концу года доллар будет ближе к 70. – Да, я уж не стал говорить. – Я не отрицаю, то есть, ну, произошло два интересных события в декабре, вероятность которых я, так скажем, считал минимальной. То есть, во-первых, это действительно то, что договорились крупные производители нефти, то есть по ограничению добычи, хотя эти договоренности тоже, я бы сказал, несколько странные. То есть, во-первых, они же договорились, что они в течение полугода, в течение полугода, к примеру, Россия должна на 300 тысяч снизить тонн добычу нефти, во-первых, не экспорт, а именно добычу. С другой стороны, по тем отчетам, которые мы получаем от нефтедобывающей компании, мы видим, что добыча-то пока только растет, а никак не снижается. – Что происходит? – Просто пока этим вопросом никто не контролируется, и по большому счету это некий тоже такой пиар-ход, что вроде как-то договорились, а там давайте посмотрим, что будет через полгода. А через полгода может быть совершенно другая ситуация. Опять же, начинает расти добыча сланцевой нефти в Америке, то есть это тоже так либо иначе будет давить на рынок, и, соответственно, я думаю, что ситуация с нефтью может как бы измениться. – Но пока договорились, и это повлияет, я считаю, что снижение нефти. – Ну, естественно, условно говоря, нефть в ноябре стоила 45, курс доллара был 65, и получалось так, что мы продавали бочку нефти по 2700 рублей за бочку. Сейчас получается нефть 55, доллар 60 мы продаем по 3700. То есть получается, что нефть в рублях мы продаем сейчас дороже, чем продавали два месяца назад. – И второй фактор? – Это все же такая очень подозрительная приватизация Роснефти, которая произошла в течение буквально каких-то выходных, которую вообще никто не ожидал, тем более те комментарии, которые происходили после приватизации Роснефти, были очень подозрительны. То есть сначала компании подтверждали, что они участвуют, что они покупают какой-то пакет, говорят, что мы просто пока еще думаем, то выясняется, что в том числе приватизация Роснефти была за счет, в том числе и российских денег происходилось. То есть момент точно как бы сложный, но по крайней мере те деньги, которые были получены от этой сделки, они бюджет поддержали. То есть на данный момент с рублем будет, ну вот ближайший месяц-два, по крайней мере, все спокойно, потому что спокойно к тому, что он может еще укрепиться, то есть доллар еще может подешеветь. Потому что как раз только сейчас начали поступать деньги за нефть, за дорогую нефть, то есть там временной лаг существует, то есть нефть подорожала в декабре, то есть деньги за дорогую нефть, они будут поступать в январь, февраль, то есть это некий временной лаг. Во-вторых, у нас до марта нет каких-то серьезных выплат по внешним долгам, и по большому счету сейчас спрос на доллары минимален, спрос на доллары минимален, и соответственно работает закон рынка, то есть спрос на рубли есть, на доллары нет, поэтому доллар как бы дешевеет, теоретически доллар может еще подешеветь даже на несколько рублей. На несколько рублей, но опять же списывать полностью со своего счета я бы не стал, потому что, опять же говорю, ситуация с нефтью может измениться в любой момент, и это опять приведет к росту доллара, к росту курса доллара. И ситуация, еще раз напоминаем, через полгода нужно изменить. Получается, да, но к весне. Получается, получается к весне. Получается к весне. Это Константин Крупанев, исполнительный директор компании «Ажиофинанс», его особое мнение, мы сейчас прервемся на две минуты, реклама у нас, после чего снова в студии. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько, свое особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажиофинанс» Константин Крупанев. Я тут подумала в перерыве, а что сейчас с приходом Трампа, у которого завтра инаугурация, что его приход ожидают спекулянты, как отразится это на курсе валют? Честно говоря, не знаю, но обычно есть такая поговорка, на слухах покупай, на факте продавай. То есть, если, условно говоря, последнее время, последние 2-3 месяца российский рынок очень сильно как бы рос, то возможно там… Теперь, когда корону наденут… Да, и американские фондовые рынки, то есть корону наденут, теоретически может быть какая-то коррекция. То есть, может быть… Ну, опять же… Небольшая, спекулятивная. Совершенно неоднозначно, потому что, по большому счету, что будет как бы дальше, как будет Трамп проводить какую-то дальнейшую свою экономическую политику, ну, пока никто не знает. Да? А если санкции начнет менять? Да, как свет. А что такое как бы санкции? То есть, санкции – это, по большому счету, некая определенная, опять же, фикция. То есть, санкции на 99,9% населения Кировской области абсолютно никак не влияют. То есть, санкции – это… То, что действительно вкладывается в слово «санкция», это, в первую очередь, это получается, что это запрет на выезд некоторых чиновникам за рубеж, так, ну, пусть тратят деньги в Крыму и в Сочи, как бы. То есть, вторая проблема – это то, что… Да, так и так они и делают. Второй момент – это то, что ограничен доступ некоторых финансовых институтов российских к рынку капитала, но, в принципе, эта проблема тоже решаема, она не стоит так остро. И третье – это то, что запрещено в Россию продавать технологии двойного назначения, то есть, связанные с обороной промышленностью. То есть, больше никаких санкций нет. Ну, как никаких, ну, вот иностранные компании закрывали свои офисы, да? Ну, они закрывали чип-чип. Проводили свои средства, не заключают новые договоры, не открывают новые заводы. Это разве не последствия санкций? А если Трамп начнет дружить? Или покажет там, да? Я согласен, что есть определенная, как бы, напряженность в отношениях, то есть, мы, условно говоря, находимся практически на уровне, как бы, холодной воды, войны с Америкой. Действительно, если будет, Трамп начнет дружить, как бы, с Россией, ситуация улучшится. Но, опять же, мне кажется, Трамп такой непредсказуемый человек. Мне вот все-таки хочется знать, да, насчет непредсказуемости, да. А если дружить начнет все-таки, доллар упадет? Или поднимется? Тут, опять же, важны такие глобальные проблемы. Это, во-первых, это как будет вести себя доллар не по отношению именно к рублю, к российскому, именно по отношению к другим валютам. И, опять же, цена на ресурсы. То есть, это нефть, газ, металл, там еще что-то. То есть, получается, вот, цена на ресурсы и отношение доллара по отношению к другим валютам, это, так скажем, основные два фактора, которые будут определять судьбу рубля. То есть, вот, если Трамп будет развивать, да, Вычуслан, своей нефти, он нам не друг. А если не будет, значит, хорошо. Ну, Свет, это вопрос сейчас, как будто гадать так всегда. Абсолютно, абсолютно нечем, что будет, если будет. Хорошо, посмотрим, что будет. Хорошо. Перейдем к другому вопросу. По проекту по очистке малых рек хотела я с тобой поговорить. И, в общем, по проектам, которые возникли по благоустройству города Кирова. И за деньги, которые то ли приходят, то ли не приходят, по проекту по благоустройству из федерального бюджета, те самые 280 пресловутых миллионов, которые непонятно, как будет распределяться, когда и куда, и на что. Давай все по порядку, поскольку ты в эту тему достаточно глубоко погружен. Вот вроде встреча по малым рекам прошла, я тоже там была, и ты там был, при министерстве, да? И это внедряет какую-то надежду, что будет что-то происходить. Тем более, что Игорь Васильев упоминал ленточные парки, я не знаю, знает, что он такой это или нет, потому что мы же никогда с ним не разговаривали на эту тему, мы не знаем, я такой человек, мне нашим не сказали в лицо, а тебе? Ну да, если набрать слово ленточные парки, Википедия тоже не подскажет, что это такое. Не важно, мы можем организовать свое, да, и открыть страничку в Википедии. Получается, да, когда я вот начал обозначать проблему малых рек, то есть вроде бы на всех уровнях была определенная поддержка, то есть все видят, действительно, в каком состоянии как бы реки, и все вроде говорят, да, надо как бы что-то помогать, и самое интересное, что вроде и чиновники слышат, кивают головой, мы уже посетили ну, совещание штук пять, наверное, как бы, особо, конечно, прогресса нет, хотя, по крайней мере, на последнем совещании были какие-то определенные установленные сроки для начала создания некого, некого проекта, то есть, по крайней мере, ситуация сдвинулась. Такое ощущение, что все же чиновники, они немножко как бы зашорены, то есть они живут слишком коротким, так скажем, своим циклом, там, ем, что надо брать снег, там, месяцем, там, или там, полгода, потому что, то есть они не знают, что через полгода будут они тут работать или не будут, то есть они не думают, там, что будет, там, через год, через два или через три. Но тут я хотел бы немножко, как бы, другой, такой тренд федеральный отметить, в который мы, честно говоря, мне кажется, абсолютно случайно попали, что на самом высоком верху в федеральном центре как бы заботились, что население, оно стало как-то немножко безразлично к выборам, что активное население, оно как-то попряталось по щелям, куда-то по углам, как бы, то есть ничем не занимается, никакой протестной деятельности не ведет, а когда это, так скажем, накапливается этот импульс, он может непонятно, куда, скажем, вылиться. И, соответственно, с самого верха была такая спущена установка, что надо как-то вот чем-то, чем-то людей занять. То есть самое простое, чем их занять, это повышение качества, качества жизни в городе. То есть, и, соответственно, министерство жилищного строительства подготовило некий проект, четырехлетний, он даже называется не то, что там связано с экологией или с благоустройством, а именно проект связан с повышением кофортного, улучшения кофортного состояния городской среды. То есть это четырехлетний проект, под который как бы выделили деньги. То есть там каждый год будет выделяться порядка 5 миллиардов рублей, из которых вот как раз в Кировской области пообещали там 280 миллионов рублей, то есть какие-то деньги должен выделять и областной бюджет, и это деньги должны именно распределяться, и при том распределяться там конкретно в этом проекте написано, что для, то есть там порядка 70% денег должно распределяться на благоустройство дворов, дворовых территорий, а 30% на какие-то значимые там парки, скверы, ну такие, ну такие значимые... По запросу гаража. Да, да, и самое главное, там конкретно написано, что под любой проект должны проводиться некие опросы, некое должно формироваться социальный запрос, должны слушать мнения горожан, то есть не просто там условно глава города решил, что давайте сделаем там 100 новых там комп, а именно, что это должно привлекаться активное население, чтобы население, так скажем, проявляло какую-то свою инициативу и бросило какую-то свою социальную энергию на, так скажем, на реализацию этих проектов. Притом там еще такой интересный момент, что, я так понимаю, на федеральном верху понимают, что вот уровень понимания чиновников именно вот в полуф-плассах, понимание чиновников именно в обустройстве городской следы, в вопросах урбанистики, то есть для них это, ну для местных чиновников это слова вообще там такие, по большому счету, как бы, лишнее, 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 непонятное. Так там заложены деньги, чтобы за счет федеральных средств за 4 года обучить 5000 человек, 5000 человек из регионов, то есть это... То есть считали, что у нас 20 должно таких человек. 20 человек в год, то есть 20 человек в год, то есть за 4 года мы можем в Кировской области обучить порядка 100 человек, именно вот специалистов новым, новым технологиям, новому пониманию, как должен быть выглядеть город, как он должен быть, как он должен быть, как он должен функционировать, и чтобы в этом городе, главное, было удобно и комфортно жить горожанам. Знаешь, что я не увидела во всех этих проектах пока, и во всех словах, которые были сказаны? Я не увидела, значит, оценки состояния нашего города по уровню, там, как ты говоришь, что там сказано-то? Благоустройство, уровень жизни, обеспеченность благами, что там, какая формулировка? Формирование комфортно городской среды. Комфортно, да. Вот, я не видела, где эти замеры, насколько комфортно считают горожане городскую среду по разным, там, критериям, показателям, начиная от коррупционной составляющей власти, потому что это тоже среда, там, да, заканчивая в форме бифонарных столбов, да, понятно, что имеется в виду, конечно, другое, имеется в виду качество воздуха, улиц, количество культурных объектов и прочее. И к чему мы должны прийти? А между тем, деньги-то уже скоро тут-тук, пойдут. А где программа? Где система? Пока еще эти 20 человек будут обучены. В том-то дело, что должна быть до этого момента не разошлись. Общественность должна подключаться, то есть должна участвовать в этих проектах, должна их обсуждать активно. С кем? В том числе с представителями городской власти. Так, а они чего? Ты только что сказал, что у них слова, эти все лишние. Какие-то проекты все равно запускаются. Какой-то прогресс есть, эти же 30 парков, этот же квартал 911. 119 и не имеет отношения к городу, это запускает опорный вуз. Ну, я понимаю, но по крайней мере на таких проектах и обтачиваются какие-то навыки городских активистов. Мы пока не видим, как они обтачиваются. Активисты-то да, а город-то непонятно. Заставят. Пока что заставляют убирать снег. И как бы на этот снег не ушли все ресурсы, у тебя нет такого опасения? Потому что такое ощущение, что у городских просто чиновников, у них в глазах только вот эти вот снежные завалы и заносы, они больше ни о чем не думают вообще. Ну, я согласен, что будет. Вот ты же там сказал, что будет завтра, послезавтра, летом, не дай бог. Тут, Свет, давай немножко еще так, еще есть другая довольно большая как бы проблема. Получается так, что Минэкономразвитие как бы задумывалось над такой проблемой, что вообще каким-то таким дотационным регионам и таким проблемным регионам помогает абсолютно бессмысленно. И готовится некогда такая федеральная концепция пространственного развития России, что будет принято на федеральном уровне, чтобы все-все понимают, что люди с каких-то северных территорий переезжают в более южные территории, что люди мигрируют в более крупные мегаполисы, как бы. И, соответственно, это будет, скорее всего, поддерживаться на более федеральном уровне. То есть, будет выделено на всю Россию 10-20 городов, агломерации, на которые будут как бы выделяться какие-то деньги под какие-то серьезные проекты. И вокруг вот этих городов что-то будет выстраиваться, какая-то, так скажем, жизнь. То есть, все остальные города, которые, так скажем, не попадут в эти агломерации, будут такое влачить непонятное существование. И вот самое-то главное, что вот даже не городские власти, а власти на уровне правительской области должны вот этой проблемой озаботиться. Я понимаю, что они живут такими короткими циклами, четырехлетними циклами, что четыре года они тут отсидели, и через четыре года уехали куда-то там в другом месте. Я не думаю, что из тех людей, которые... это именно какие-то вот такие проблемы насущные, которые они прямо вот сейчас как бы... То есть, которые надо решать сейчас. А что будет там через четыре года им абсолютно как бы... по крайней мере, я не вижу каких-то обсуждений на эту тему. Не вижу, что они поднимают... Может быть, они видят эту проблему, но по крайней мере, никак официально не озвучивают. То есть, получается, что делают... Сейчас правительство области делает ставку на крупный бизнес, там говорят, вот у нас построили ракетный завод, там, АвиТех там работает там на полную мощность, там Сильмаш там на полную мощность там делают мины, снаряды как бы... Замечательно, но через пять-десять лет эти заводы вполне вероятно, что они могут просто-напросто встать. И куда вот пойдут эти люди, которые там работают, где они будут работать, я совершенно не знаю. Хочется знать, что здесь будет через четыре года по окончании срока, в котором работает новое правительство Константин Кропенев. Это его особое мнение. Надеюсь, мы услышим, услышим внятные стратегии скоро полгода, как? По крайней мере, какие-то обсуждения, то есть, при том, должны обсуждения быть эти публичные, потому что стратегия вещь такая сложная, ее там за месяц, за два не сделать. Больше публичных обсуждений. Константин Кропенев, его особое мнение, на микрофону была Светлана Заньков. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова